Дорогие друзья, мы сейчас с вами находимся в Италии. Это такое многофункциональное пространство, где вы можете поесть мясо, купить каких-то продуктов, и все это родом из Италии. Существует данное, я не знаю, заведение, если бы можно назвать. Да, данная концепция существует по всему миру, и именно здесь, в Москве, это второе привлечение магазин Италии. Странно, что не первое. Да, здесь, как Люба уже правильно заметила, что здесь есть и рестораны, и такие места, где собственное производство прямо находится, сыры, колбасы, еще. Мы решили выбрать что-то самое популярное, это будет корнер с пиццей и с пастой. Да, и отправимся, кстати, это действительно одно из самых популярных, там больше всего сейчас сидит людей, мы уже посмотрели. Let's go! Друзья, естественно, мы начали с пиццы. Мы заказали нашу любимую классическую маргариту, и маргарита зачастую показывает вообще уровень того, как готовят заведение. И здесь у них на стене написана такая цитата «Искусство приготовления пиццы в тесте». Мы с Люба полностью согласны, именно поэтому мы чаще всего в ресторанах заказываем именно маргариту. Почему? Ну, потому что в маргарите нет ничего лишнего, в ней есть только тесто, томаты, сыр, в принципе, все для того. Она любит, она любит доказательства просто. Давайте пробовать, потому что я уже умираю. Мне все нравится, визуально пицца выглядит потрясающе, вкусно. Тесто грубого помола, это полюблю. Хочется остановить съемку, просто пожрать, чисто по-человечески. Это так вкусно. Я буду плакать. Тесто визуально тонкое, на самом деле оно достаточно плотное, из-за того, что, наверное, из-за грубого такого помола, да, чуть такое резиновое. Начинка, все очень гармонично. Иногда бывает очень много томатного соуса, который прям выливается. Кислит, знаешь? Кислит, да, как будто ты пасту ешь просто томатную, голую. Здесь такой соблюден баланс между сыром и пастой. Мне нравится. Достаточно сливочным это кажется. Мне кажется, что это супер пицца, причем наедаешься с одного куска. Этот кусок, кстати, очень тяжелый. Даже прям то, что его взвесит, потому что он прям даже по ощущениям, он прям такой плотный. Эта пицца одна из прям достойнейших пицц. Что это она стоит? Она стоит, по-моему, 490 рублей, но, если честно, она того стоит. Я готова к такую пиццу, да, 490 рублей. Сытно и свежо. Здесь на столах на всех стоят масло. Стоит масло оливковое, да. Я думаю, что можно попросить остренькое масло, потому что не стали этого делать. Мои порции. Стоп, стоп, стоп. Это всегда приятно, когда можно неограниченное количество масла, бальзамическое соусы. Пусть. На туршак. Ну, конечно, приятнее масло. Только вино за сколько рублей? 200 рублей за бокал, друзья. Ой, наконец-то. Дорогие друзья, сейчас мы проверим Любу на знание меню. Давай. Что это за пицца перед нами? Поднятые руки. Поднимайте. Можно, Полина Юрьевна? Отвечайте. Эта пицца стоит 540 рублей. Да. Она с домашним сыром. Да. С собственного производства. С собственного производства. С колбаской. Как называется колбаска? Соси... Сосиска. Сосиска. Ну, как она называется? Сосичи. При... Нет, второе слово. Соль... Сольсичи. С колбаской сольсичи. И с зеленью из рода брокколи. Называется она по... Как? Приорели. Как? Приорели. 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 А, да. Три раздела. Есть пицца на основе томатного соуса. Есть пицца на основе... Как она называется? Белая. То есть, она сделана без... Без использования. Отвечательно. 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 Молодец. Люба сдала. Отлично. Этот тест. Подожди, давай мы уже маслицем польем. Опять сразу же. Ну, вы просили остренькое масло. Мы любим с острым маслом. Что ж. Пицца чуть подостыла. Но... Мне она нравится. Наверное, не многие захотят попробовать такое сочетание. Брокколи. В общем, это не брокколи, но... Знаете, это что-то между шпинатом и брокколи. На шпинат похож. И очень травянистый вкус. И он дает такую специфику. Поэтому... Опять же, здесь нет косяка пиццы. Это просто на любителя. Мне такое не совсем нравится. Я больше предпочитаю все-таки такие... Более сливочные. Томатные. Такие более, да. Где больше соуса. Я ожидала худшего. Ну, я, кстати, нет. Я после того, как мы попробовали маргариту, я поняла, что тесто будет зачет. Тесто здесь точно такое же. Ну, и сыр, кстати говоря, сыр не отличается вообще по вкусу от того сыра, который, например, в маргарите. Он такой нейтральный, он фоновый. Угу. Он не играет особой роли. Наверное, самую основную роль, действительно, играет зелень как-то вот насыщенная. Я бы назвала эту пищу мужской. Я бы назвала ее ЗОЖ. Хотя нет. Со сессонами, колбасами, конечно, с ЗОЖ. Слушайте, после выпуска про Хинкали нам уже все ЗОЖ покажется, мне кажется. Вкусная пицца, то есть нет никаких претензий. Прям вот, прям. Просто сочетание на любителя. Подумать теперь тем, как заказывать. Возможно, вам не понравится вот эта зелень. В общем, мы заказали пасту, конечно же, в итальянском ресторане. Паста здесь есть двух видов. Та, которая уже готовая, вот, упакованная, да, которую можно купить. Или та, которая не готовит прямо здесь. Естественно, мы выбрали ту, которую готовят прямо здесь. И выбор пал на что? Выбор пал на Телли Телли ручной работы с мясным рагом. Можно, пожалуйста, еще кое-что от себя добавлю? Да, конечно. Мне безумно нравится, что здесь супер понятное меню. Ой, да. Вот прям, например, вот, знаете что, например, вот здесь есть блюдо, и написано, свежая большая бурата из нашей сыроварни подается с томатами. И просто написано, идеально для двоих. Знаешь, это, как бы, крутые очень пометки. И здесь про каждое блюдо такое есть. Акценты, в общем, правильно расставлены в этом ресторане. Так, все, пробуем. Ммм, ой, супер. Прям... Да? Ну, пахнет лазаней. С первого, ммм. С первого куска такое мясо, супер. Я скажу, что эта паста домашняя, она сделана руками. Ну, ладно, машинкой она сделана. Она не разваленная, потому что большая проблема домашних паст, что они прям, ммм, размикают. А почему? Ну, потому что очень нежное, тонкое, свежее тесто. Обычно твердое тесто, например, не твердое, а имеется в виду, вот, как здесь написано. Прямо, да, сушеное. Примерно так, да. В общем, как раз таки аль денте. Респект. Респект. Да, респект уважуха. Мясо, фарш тоже очень вкусный. Еще бебешамей сюда и чисто. Не знаю, мне очень нравится. Я прям в восторге от этого. Ммм, мне прям даже жаль, что я уже съела. Я хочу рассказать историю. Чего именно? Про ложки и вилку. Знаешь, что это пошло? Да я слышала, да. Вот, друзья, кстати, ваше мнение по этому поводу. Полина, вещай. Ну, короче, вы же знаете, что в ресторанах очень часто приносят к пасте ложки. Здесь не принесли. Не потому что они дебилы. Потому что в Италии вы ни в одном ресторане не встретите, ну, не туристическом, а нормальном, чтобы к пасте приносили ложки. Это чисто как советская френь. Я не знаю даже в каких годах. Не советская. Может быть, не советская. Мне кажется, это 2000. Может быть, 2000. Когда был коктейль «Мохито» очень популярен. Да, вот с тех времен, точно не советский. Когда приносили ложку, и это считалось правильным вариантом поедания пасты. А мне всегда задеться странным казалось. Ну, то есть я никогда не ела. Я думала, что за бред вообще, какая-то чушь. Наконец-то. Поэтому не считайте себя. Разрушите мне легенд. Любая Полина. Друзья, ложкой не пользуйся. Подожди. Давай сейчас. И во время еды еду не запиваем. Понятно? Я хотела сказать, знаешь, сейчас для вставок нам надо сказать такие слова. Типа, шок. Это нереально. Я не ожидала. Ну, скажи что-нибудь такого типа. Блин, я кроме мата ничего не знаю. Отстаньте от меня уже. Я хотела, кстати, интервью Дудя. С этим с Русланом Белым. Где он говорил о том, что неопытные комики вставляют мат в свои выступления. Вот я видела неопытный комик по жизни. У меня такое ощущение. Для того, чтобы придать эмоциональный окрас. Мы так и назовем этот выпуск Руслан Белый. Давайте пока, кстати, Дудя выпуск. Все, я придумала. Как выйти в топ. Давай. Отлично. Выпьем за это. Мы заказали еще вина. Мы еще заказали вина, да. Это место десерта. Ситуация десерта, я пишу. Да, ситуация десерта такая. Здесь стоит холодильник. И ты должен подойти, поднять свой жоу, подойти, посмотреть, что там есть. В этом холодильнике. Обычно я отправляю Полину на это задание. Что она для нас выбрала? Сегодня я выбрала для нас тарталетку с каким-то кремом и с песочным тесто. Летнее достаточно я выбрала. Да, просто... Здравствуйте. Привет. Просто я смотрела то, что на каждом втором столе стояла именно эта тарталетка. И мне стало интересно попробовать, что же это такое. Мне напоминает это из детства. Знаешь, в Майкопе в кафе маленький мук создавал. Там были похожие тарталетки. Интересно. Мне нравится обычная тарталетка с нежным заварным кремом. Да. Песочное тесто, фруктики. Песочное тесто, кстати, вкусное. Все очень стандартно и вкусно. В хорошем смысле этого слова, друзья. Вкусно, вкусно в хорошем смысле этого слова. Ты знаешь, чтобы не обидеть человека, какой-то мем такой был, добавляйте всегда в хорошем смысле этого слова. Типа, ты долбоем в хорошем смысле этого слова. Сразу смысл меняется просто. Сразу видно, что мэм из ВКонтакте, а не из Фейсбука. Люба просто гордится тем, что она каждый день проявляет новости на Фейсбуке. Друзья, мы только что пообедали в ресторане паста и пицца. Нам очень все понравилось. Место классно подойдет под какой-то вечерний коктейль. Коктейль, потому что здесь недорогая винная карта, алкашка, да? Винная карта. Проще говоря, вкусно, достаточно мило, дружественно и одновременно романтично. Были люди, что нам очень понравилось. Потому что в других кортах, где рыбный, мясной, людей не так много. Это суперское место для того, чтобы провести время как с друзьями, так с молодым человеком, с семьей. С другой. Все. В принципе, все.